Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и подписчицы, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь, в этом видео мы поговорим про лысых морских свинок-схиньев. На сегодняшний день разновидность морских свинок огромное количество, одна из них скини, о ней мы сегодня и поговорим. В этом видео мы не будем уделять много времени содержанию, а больше поговорим о самой породе. Мутация, получившая название скини и ставшая названием породы, впервые описана в 1976 году. Вообще, если перейти слово скини на русский язык, это будет звучать как тощий, кожа до кости, обтягивающий и так далее. В общем, звучит на русском языке, это порода совсем нелепо. Отмечу, что свинки скини стоят гораздо дороже обычных морских свинок. Они реже встречаются, менее распространены, да и из-за специфического вида реже покупаются вообще. Хотя, в уходе из содержания практически ничем не отличаются от других видов. Дети, увидев такую морскую свинку, часто называют ее бегемотиком. Действительно, они чем-то отдаленно похожи. На ощупь скини очень приятные и теплые. За счет того, что отсутствует шерстка, ведь температура тела у этих животных выше, чем у человека. Замечу, что скини не полностью лысые. У них присутствует шерстка на мордочке, плечах, спине и на лодыжках. Встречаются свинки скини и с мелкими мягкими волосками. Визуально почти не видно. Однако, на ощупь такие свинки как будто бархатные. Часто люди задаются вопросом о том, что будет, если скрестить лысую свинку с волосатой. В таком случае, большая часть потомства будет с кудрявыми редкими, но жесткими волосками. При этом некоторые свинки будут являться переносчиком гена скини, а некоторые нет. Вообще, детеныши скини бывают с редким кудрявым волосом, который спадает по мере развития малыша. Вообще, существует две породы лысых морских свинок – скини и болдуин. Конечно, это не принципиально, но если говорить про скини – это бархат. Если про болдуин – это теплая кожа. Если скрестить, то вообще трудно разобраться, кто из них кто. Да, это и мало кому нужно в принципе. Отмечу, что болдуин получились сами собой, то есть с помощью мутаций. Заводчики свинок лишь закрепили этот вид. На скини работали канадские ученые во главе с Чарльзом Риверзом. Проводили опыт институционного характера. И в 1976 году была представлена эта порода миру. То есть, если сегодня мы можем наблюдать несколько цветов этих грызунов, то в 1976 году все скини были альбиносами – розовокожими с красными глазами. И только позже, продолжая упорно трудиться, появились другие цвета. Упитанные голые свинки скини изначально были достаточно слабые и оттого достаточно прихотливые в содержании. Но в наше время здоровье этих свинок абсолютно крепкое, как и у любой другой породы свинок. Так что, если наткнетесь на такую информацию, знайте, что она уже усаревшая. Однако, не стоит забывать о том, что эти зверьки без шерсти. И если вам прохладно, то им холодно. Некоторые заводчики вообще заводят скини и кролика в одной клетке. Тогда скини любит прижаться к кролику и греться в его шерстку. Также, особенностью ухода за скини является смазывание кожи кремом или детским маслом, чтобы кожа не пересыхала. Последним важным моментом является потребление пищи. Голым морским свинкам корма требуется больше, чем волосатым. Это связано с поддержанием нужной температуры тела и, как следствие, повышенным обменом веществ в организме. Плюс затрат энергии больше. На этом видео подошло к концу. О содержании, кормлении и разведении морских свинок мы еще поговорим в других выпусках, посвященных этим чудесным созданиям. Любите животных и всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok